Есть куча разных плееров, и у них у всех садятся батарейки. И как-то неудобно, не прижились они детям. Но можно их использовать совершенно по-другому. Вместо, например, компакт-дисков, обычных компакт-дисков, к которым мы все привыкли, использовать mp3. Сейчас уже всё входит. Соответственно, мы можем взять и использовать mp3-файлы вот на этих плеерах. Одна незадача. У них нет нормального усилителя, и мы можем слушать только на наушниках. А если хочется послушать погромче, то нужен усилитель, колонки с усилителем. Можно взять обычные компьютерные активные колонки, но это лишняя покупка. А у меня есть старая магнитола. Вот она. Вот она у нас и пойдёт в виде активных колонок. Кассеты уже она начинает, она жует. Эта дека вообще не работает. Работает только радио. Мы сделаем дополнительный вход для аудиосигнала. и питание 5 вольт через USB-разъём. Вот тоже старый плеер, который перестал уже работать. Вот я его разбираю на разные запчасти. И всё, что мне сейчас нужно, отсюда будет взять этот разъём. Вот тоже заглушка. И на заднюю панель компьютера. Отсюда равнём USB-разъём. Разбираем всё это дело. Вот и всё. Наш разъём готов. Вот так и осталось. Вот здесь выпает разъёмчик аудио. Вздувшийся конденсатор надо менять. Ну это ладно. А вот входы от приёмника и от воигрывателя. Вот на этой плате мы видим блок питания простейший. И усилитель звуковой. Здесь же подключен микрофончик. То есть надо будет разобраться вот с этими входами. Вот плата приёмника и рекордера. Здесь мы видим переключатель четырёхпозиционный. Все сигналы идут вот на этот разъём. Оплата усилителя. Здесь на переключателе видно вот эти два контакта. И вот эти два. Это левый и правый канал с рекордера плёнки. И вот эти два контакта. Это идёт сигнал радио. Соответственно нам надо подключиться вот сюда. Поскольку мы модуль убрали. И вместо него подключаем наш разъёмчик. И всё. Тогда когда мы переключаемся на плёнку, у нас будет идти сигнал внешний. Если надо, мы переключаемся на радио и можем послушать радио. Далее. Здесь на плате у нас есть точки, куда можно подключиться и взять питание. Это вход 220. И трансформатор выходит у нас 12 вольт, выдаёт. Выпрямляется напряжение. Здесь у нас размыкатель. Это если питание идёт от батареек. Поэтому если мы возьмём вот эту точку и вот эту точку. Это как раз... Нет. Вот это у нас земля. А вот это у нас плюс. Здесь мы можем взять 12 вольт, поставить стабилизатор на 5 вольтовый и подать напряжение на USB разъём. Вот всё, что нам нужно сделать. Займёмся этим. Да, естественно, надо будет поставить разъёмы. Разъём для аудио и для USB. Аудиовход и USB. Я думаю, мы их поставим где-то вот в этой части. То есть надо будет их вот так закрепить на корпусе. С обычным термоклеем, я думаю, мы вполне справимся с этой задачей. Продолжение следует... Подключаемся в разрыв сигнала, идущего на усилитель. Здесь мы перекусили. Перекусим вот здесь. И поставим дополнительный переключатель. Этот переключатель двухканалей. Для стереосигнала как раз подойдёт. Подключаемся к нашему аудиоразъёмчику. Так, попробуем взять сигнал с телефона. Сейчас поймаем что-то. Всё, пошло проигрывание. Так, вот. Это наше радио. Это наше радио. А это... Ну вот, всё работает. Переключим радио. Вот у нас радио. Ну, оно и ловит ещё немножко. Надо просто настроить нас сейчас. Не хочу сбивать. Настройки. Настройки. 5-12 вольт подстраивается. Выставить на 5 вольт и питать юсбиху. 12. Вот здесь питание подаётся на моторчик. Да, вот нам приборчик. Он нам показывает, что 12 вольт. Другого нам и не надо. Туда и подключимся. Ну, дальше можно, конечно, над филёчками поработать. Нет никакого желания. Всё это отлично делается с помощью ножичка. И главное, быстрее. Продолжение следует... Другого земля. Другого земля. Продолжение следует... Какой ваш прогноз? Что они попытаются сделать завтра? Уже тут подключились видные общественные деятели, я имею в виду Чубайс, я имею в виду Греф. Вдруг Сбербанк стал укладываться в разработку этих вирусных препаратов, выяснивший договор с фондом Белой Милинды Гейсов, которые основные выгодоприобретатели, потому что если они получат, так сказать, патент на свою вакцину, которая вроде бы уже есть, непонятно почему так быстро, полтора года занимает разработка. Разработка полтора года как минимум, а проверка как минимум 15 лет. Да, то есть ацину непроверанную нельзя просто применять? Конечно нельзя, вы знаете, я же работаю с трудными детьми, вы не представляете себе, сколько уже сейчас случаев постпрививочного аутизма. Вот ребенок развивался нормально, общался, разговаривал, он сделал депрививку и все, он превратился в тяжелобольного. Так еще умирают дети? Вот и сердце разрывается на части, потому что родители плачут и рассказывают, какой ребенок был хороший. Вот радио, а вот плеер. Вот уже два дня подряд я сижу рисую, красок много у меня, выберя любую. Я раскрашу целый свет, самый свой любимый цвет. Остановили радио. У нас работают, занимают там первые места на выборах, законопроектные собрания своих стран. У нас этого нет, но тем не менее, мне кажется, что настала пора, когда необходимо людям объединяться, потому что это вот первые цветочки выросли на нашей почве, а ярлыки ждут нас впереди. Женя, понимаете, мне кажется, что если объединиться много трусов, это будет только хуже, потому что как-то паника еще больше усилится, у них будет взаимная индукция. Надо начать с того, чтобы воспитывать мужество у людей. Это же основа основ, это же входит в какой-то нравственный кодекс человека. Оранжевое небо, оранжевое море, оранжевые зелень, оранжевый верблюд, оранжевые мамы, оранжевые ребята, оранжевые песни оранжевые поют. Тут явился к нам домой, очень взрослые дядя, похачал он головой на рисунок глядя, и сказал мне, ерунда, не бывает никогда. Оранжевые небо, оранжевые море, оранжевые зелень, оранжевый верблюд, оранжевые мамы, оранжевые ребята, оранжевые песни оранжевые поют. Только в небе в этот мир солнце-то блестело, и раскрытела весь мир, да, как я хотела, дядя посмотрел во сну.